Приветствую вас и говоря о том, насколько серьезно то, что вам сказал ваш мужчина, можно и нужно сказать так, что человек откровенно вами манипулирует. Эта манипуляция связана именно с тем, что вы его понылеете, что вы испугаете за него, что вы захотите как-то его вернуть, помочь ему и так далее, показать ему, что он не такой плохой в действительности, каким он себя назвал. И, собственно, из-за этого останетесь с ним вместе, останетесь с ним рядом. Вот. Вам этот человек, ну, он не опасен, потому что, если бы мужчина считал, что в его силах применить к вам какие-то другие меры управления, ну, например, там, знаете, ограничивания, там, то-нибудь еще, там, может быть, даже, какие-то угрозы другого характера, да, то он бы это сделал. Но он этого не делает, потому что знает, что на нас это не повлияет, и права на это он не имеет. И поэтому он прибегнул к самому, такому, доступному, что у него есть. Это, вот, угроза самоубийством. На самом деле, это всего лишь слова, а не более того, потому что очень многие люди испытывают страх перед смертью. И у них просто, ну, не то, что у них даже духа не хватит на то, чтобы наложить на себя руки, ведь это очень страшно. И поэтому за этими словами ничего не кроется, кроме как желание вас удержать. Насколько патологический человек, я думаю, что здесь по одному вашему такому сообщению достаточно сложно говорить об этом, потому что, ну, понимаете, нужно оценивать ваши отношения, нужно смотреть, как они развивались, в каком ключе, какую позицию занимали вы в этих отношениях, какую позицию занимал мужчина. Но, если человек вами дорожил, если человек, ну, вот, как бы, растворялся в вас, если у него много чего было на вас завязано, то, конечно, для него это, то, что вы собираетесь с ним разводиться или уходить от него, для него это, безусловно, очень сильный удар. И, как бы, изменение его жизни, чего он боится и не хочет этого. И вот этот страх, он стимулирует человека показывать вам свою вот эту вот решимость, решимость относительно именно того, чтобы, ну, допустим, наложить на себя руки. Но в действительности, в действительности, мужчина ничего не сделает, ну, конечно, погрустит, расстроится, ему придется заново отстраивать свою жизнь, но ничего больше он, скорее всего, не сделает. Потому что, если бы у него действительно были склонности к самоубийству, то тогда вы бы заметили это раньше, это проявляется в поведении, и не только в поведении, но и в отношении к людям, в разговорах и так далее. А так это просто всего лишь желание вас удержать, причем использование, как бы, последнего такого вот отчаянного средства для того, чтобы вы остались с ним. И опасности, конечно же, он никакой не представляет, потому что, понимаете, мужчина себя жалеет, мужчина, который себя жалеет, он, в общем-то, довольно деструктивно относится к себе, и поэтому у него просто не хватит духа на то, чтобы что-то сделать вам такое серьезное. Скорее всего, будет депрессия, апатия, потери интереса к жизни, но не более того, и, соответственно, никакой опасности лично для вас это не представляет. Но вот, сам показатель того, что человек так поступил, Джак так сказал, он говорит о том, что ему безназницы, что вы чувствуете, ему важно, чтобы вы были с ним, потому что это нужно ему. Такая эгоистичная по всей позиции, она, ну, довольно слабо выживаемая, да, в отношениях, потому что, ну, нельзя жалеть себя и при этом строить полноценные отношения. Я думаю, что в самих отношениях вы занимали позицию в большей степени лидирующую, чем подчиненную, и это тоже, наверное, мужчину как-то устраивало. И сомнения в себе относительно своих успехов, да, у него были уже давно, потому что, ну, понятно, что, вот, если супруга говорит о том, что отношения пора заканчивать, допустим, то это, ну, никак не характеристый мужчина, как не удачник, но тем не менее, если он об этом сказал, значит, все-таки какие-то мысли на этот счет у него есть, и вот это переживание, которое вы ему сейчас даете, оно для него, в общем-то, даже полезно, потому что, поняв, что, вот, вы от него собираетесь уходить, он, может быть, начнет что-то в своей жизни менять, как-то развиваться и куда-то стремиться. То есть, вы окажете любую услугу и бояться его не стоит. Мужины, которые проявляют агрессию, они проявляют ее сразу и никогда вот с такого аспекта, с такого района, курса, они не будут себя вести, но мужчина может использовать другие средства манипуляции, по-другому будет пытаться вас одержать, он даже попробует как-то инсценировать самоубийцу, то есть, постараться показать вам, что вот он действительно собирается это сделать, но еще раз хочу вам напомнить главное. Тот человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, никогда этому не скажет. Он просто сделает это и все. А раз мужчина говорит, значит, он хочет выставить это на показ. И это означает, что он достаточно низко пал в дом, чтобы вас одержать. И мой спас еще ниже, поэтому вам необходимо быть осторожным. А здоровье в каком плане? Физически и юридически? Мужчина вас, конечно же, удержать не может. Это факт. Но в том, что касается всего остального, то есть, моральные какие-то моменты, да, там, личные ваши взаимодействия и прочее. Вот здесь у него ничего святого не разу напускался до такого. И это означает, что он будет продолжать искать какие-то рычаги моральные и эмоциональные для того, чтобы получить над вами контроль. И поэтому все слова, которые он говорит, вам лучше бы, ну, не воспринимать всерьез, не обращать на них внимания и просто двигаться тем путем, который вы выбрали. Потому что мужчина сейчас может начать говорить очень многие вещи, очень многие, и далеко не все из них будут вам приятны. И к ним прислушиваться, значит, ну, значит, отчасти соглашаться с ним, а соглашаясь с ним, вы подчиняетесь его манипулированию. И я думаю, что этого категорически допускать нельзя, потому что если мужчина почувствует, что он смог вас содержать, то подобное будет происходить постоянно, и вы просто-напросто потеряете свободу свою и не сможете действовать уже в своих интересах, просто потому что вас будет постоянно задевать какие-то моменты, которые мужчина будет вам говорить, показывать и выражать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует. Уже к вам. Продолжение следует. Продолжение следует.